В преддверии 20-летия Ассамблеи народа Казахстана в Алматы прошел фестиваль представителей этнических групп. Они в совершенстве овладели казахским национальным искусством и национальными инструментами. Гульнара Умарбекова встретилась с артистами. Если прикрыть глаза и не видеть исполнителей, то даже не подумаешь, что на дамбре играет кореец Георгий Югай или Василиса Муромцева. А песни на казахском исполняют представители разных национальностей. Как говорят организаторы фестиваля, есть своеобразная пропаганда искусства и культуры казахского народа в этнической среде. Мы выбрали лучшие произведения, народные песни, народные кюи, кюи народных композиторов, оперные произведения казахских композиторов. Это лично заказывает мудрость нашего президента, что когда все этносы населения Казахстана овладевают искусством, у нас дружба будет дальше укрепляться. Радует, когда в регионах страны я вижу казахстанцев независимо от национальности, свободно говорящих на государственном языке, сказал на сессии Ассамблей народа Казахстана Нурсултан Азарбаев, подчеркнув при этом, что у нас есть все условия для того, чтобы все этносы сохраняли свой язык и культуру. Василиса Муромцева о себе говорит, что она начинающий музыкант. Сейчас учится в музыкальном колледже имени Чайковского, 7 лет играет на дамбре. Это мое было собственное желание. Родители были, конечно, немного удивлены моему выбору, но мне нравится этот музыкальный инструмент, я сама к нему потянулась, и вот сейчас продолжаю, наслаждаюсь игрой. Я родилась в Казахстане, казахская музыка, ее мелодичные напевы, красивые песни, оперные арии. Мне близки, говорит солистка театра оперы и балет имени Абая Аида Часовитина. Я была в крови, что ли, с детства слышала эти песни все. Мне очень легко учить, даже произношение, мне говорят, что я лучше, чем казахи, у меня произношение. В песнях, когда я училась в консерватории, вот наши профессора все удивлялись, как она чисто поет на казахском языке. Почетным гостем фестиваля был народный артист Казахстана Лаки Кисоглу. Уважая, любя его, называют самым известным греком в Казахстане. Сюда он попал ребенком во время депортации в 1949 году. Песня на казахском исполняется таким чувством, словно вкладывает не всю свою любовь в стране, которую считает своей подлинной родиной. Среди участников фестиваля ансамбль танца на Ире, народный хор Родина Корейского культурного центра. Родина, говорят они, это наш Казахстан. Гульнара Марбекова, Абин Нарымбаев, Алматы.